Сеженье глядит по будущим, И влажен Раме Божьим, Обрящих дящам. Сегодня кандидат философских наук, диакон Павел Сержантов, продолжит знакомить нас с учением о церкви, еще одной ключевой темой догматики. Напомним, эта наука раскрывает содержание основных христианских вероучительных истин, иначе догматов. Они были даны нам через божественные откровения и в большинстве своем определены и сформулированы церковью на Вселенских соборах. Это было необходимо для того, чтобы христиане имели правильные познания о Боге, о вере и тем самым были защищены от различных ошибочных представлений. Ведь, имея искаженные или неточные духовные понятия, мы будем совершать и ошибки в делах веры. Как заметил историк церкви Карташов, догматы являются теми верстовыми столбами, которые указывают верное направление дороги. А отклонение от таких столбов чревато сползанием в первое же попавшееся болото. Знакомясь на наших уроках с этими верными направлениями, у нас появляется возможность выправлять свои понятия о вере и получать некоторые правила веры. Так, приступив на прошлом уроке к теме учения о церкви, мы узнали, что в православии понимается по церковью. Самые основные знания о ней изложены в символе веры, и каждый христианин ежедневно повторяет верою воедину святую соборную апостольскую церковь. А в этих словах, оказывается, заключены и свойства церкви. И на каждом из них отец Павел останавливается и подробно разбирает, что значит единство церкви, а что значит ее святость. Ведь нередко люди, впервые приходящие в храмы и нарывающиеся там на радушие в кавычках некоторых прихожан, никак не могут понять, почему такую церковь называют святой. Грех может быть лучше виден, чем святынь его, чем дело. Он бросается в глаза недостатки, грехи, особенно других людей. Свои-то, конечно, не так бросаются в глаза. А вот у других людей, да, и недостатки, и грехи. И бывает очень сложно нам видеть святость церкви просто потому, что вот эти грехи отдельных людей, они заслоняют нам эту святость. И наши собственные грехи тоже заслоняют эту святость. Потому что грех ослепляет человека. Человек не может так ясно видеть по причине греха. Человек не может видеть святыню, если он сам к ней каким-то краем не причастен. То есть, если я что-то не увидел, это не значит, что там этого нет. Это значит, что или я плохо смотрел, или, может быть, надо по-другому начать жить, тогда, может быть, и увидишь что-нибудь. Так получается. Вот, святыня церковная, она есть, но она не всегда очевидна. И православный человек умеет ее видеть, помнить о ней. Когда он ее видит хуже, он продолжает в нее верить и за это держаться. Понимаете? Ну, куда мы еще уйдем? Вот как Христос, видя, что его ученики некоторые его покидают, апостолам говорит, может быть, и вы уйдете? А апостол Петр говорит, а куда нам идти? Все. Понимаете? Потому что, ну, вот мы рядом с ним, а больше-то ничего нет. Куда мы уйдем? В какой мрак мы уходим тогда? В какую ночь мы уходим? А когда человек в церкви, то он рядом с Христом. Не всегда он это кристально ясно сознает, не всегда он это хорошо чувствует каждой клеточкой своего тела, да? Но все-таки есть еще момент веры, да? У меня был какой-то опыт в прошлом, я знаю, что это правда, это мне не показалось. Я на его основании строю дальнейшую свою жизнь. Она по-разному может идти, и иногда какими-то зигзагами, так что мне трудно на этом зигзаге чувствовать святость церкви. Но я же знаю, что святыня здесь. Святыня здесь. И поэтому как бы даже, когда человек плохо это понимает, он может все равно волевым усилием оставаться в церкви, несмотря на ни на что, несмотря на то, что там кто-то где-то наворчал, да? Кто-то там еще там как-то себя повел неправильно. Мы верим в то, что церковь соборная у выдающегося православного догматиста Владимира Николаевича Лоскова была статья опубликована изначально на французском языке. Она называется в буквальном переводе «О третьем свойстве церкви». Такое немножко арифметическое название. И когда на русский это было переведено, это было опубликовано «О третьем свойстве церкви». Так это все до сих пор и существует. Однажды сын Владимира Николаевича выступал с докладом и коснулся этого момента. Он сказал, что ну да, буквально у отца именно так это называлось все. Но почему это все так называлось? Потому что он не мог написать о свойстве церкви соборная, кафолическая. Церковь, а кафолическая церковь. Потому что для французского языка, для французского читателя это автоматом что бы означалось? О католической церкви. То есть название сбивающее с толку было бы, да? Мгновенно. Но так обстоит дело во французском языке, так обстоит дело в английском языке и в немецком языке, а в русском так? Нет. Потому что да, для русского читателя кафолические это православные, значит. Вот католические это католические, а кафолические это православные. И поэтому Николай Владимирович говорит, что ну надо было бы наверное перевести тем самым словом, которое это обозначено в символе веры, да? То есть церковь кафолическая, а не вот так, а третьем свойстве церкви. Субтитры создавал DimaTorzok Что такое кафолическое? Что это за слово такое? Как его понимать? Очень много существует толкований в 19 веке в русском богословии было очень много по этому поводу размышлений. Вы видите у нас в символе веры перевод на славянский соборный. Мы не слово кафолическое, мы не сохранили кальпус греческого, мы перевели соборные. Для католиков это понимается географически универсальная церковь во всю вселенную, на весь земной шар, на всех материках, на всех островах. Такой смысл универсальности. Универсальность может быть в пространстве, универсальность может быть во времени. Но здесь говорится не только об этой универсальности, не только о том, что церковь для всех людей, всех наций, всех состояний, всех времен, всех народов, не только об этом говорится. Здесь говорится еще о том свойстве церкви, которое связано с самим этим греческим термином у него есть свой смысл, который очень легко извлечь. Кафолический, католон, по-целому. Вот здесь есть смысл в представлении о церкви как о едином целом. Понимаете? церковь церковь не только единственная, но она единая, она представляет собой единое целое. Она представляет собой представляет собой вот эту огромную реальность, вот эту полноту. Церковь дает людям возможность жить в полноте бытия. Эта полнота ощутима не только на уровне вселенной, но на уровне епархии. вот церковная жизнь, когда есть миряне, есть диаконы, есть священники, которые совершают таинство, есть епископ. Вот на уровне епархии уже вот эта кафоличность вполне ощутима. Для этого не надо брать национальный уровень или наднациональный уровень. Она уже на уровне епархии ощутима. Но конечно и наднациональный уровень надо тоже иметь в виду. Вот посмотрите насколько все-таки нам не хватает вот этого кафолического, вот этого соборного измерения церковной жизни. Вот я имею в виду просто обычного человека, да, потому что все-таки как-то вот очень часто православный человек не выходит за рамки жизни приходской только, да, или не видит ничего, что происходит за пределами поместной одной церкви, да, то есть он туда не заглядывает, что там в других поместных церквах. Вообще полезно, вообще это интересно, вообще это кое-что дает человеку. Важные такие есть какие-то вещи, которые ну с ними вообще полезно познакомиться. И когда человек себя обрекает на такой вот, понимаете, приходской между собой чек, вот что-то такое, да, то это все-таки ну этого мало, этого недостаточно. Все-таки как-то от нас бы ожидалось, чтобы мы по возможности, по крайней мере, но входили в полноту церковной жизни, какая происходит в нашем приходе, в другом приходе, в нашей епархии, в нашей поместной церкви, в других православных поместных церквях, во всей вселенской православной церкви. Вот это такие горизонты, которые человеку открываются, которые человек видит сейчас или там в глубине веков, да, то есть чтобы просто не ограничивать свое знание, не ограничивать свое место каким-то очень-очень локальным, очень-очень узким таким каким-то пятачком, на котором человек сидит и больше его ничего не интересует. Я в нашей деревне живу и больше ничего нету на свете, кроме моей деревни. Больше ничего нету. Вот есть святая соборная церковь. Это огромная сокровищница, это огромная традиция, и вот ближе к ней держаться, вот с ней познакомиться во всем ее многообразии, это много человеку очень дает. церковь и апостольская. Церковь То есть церковь Христова, да, она же и апостольская. Ну, здесь противоречия никакого нет, потому что апостолы это посланники, апостолос это тот, кто послан, посланник. И посланники, они кого? Христа. Господь их самый послал во все концы вселенной, чтобы они проповедовали Евангелие, благую весть о том, что люди спасены. Им Господь дал вот эту миссию. Они ее осуществляли. Они проповедовали, говоря именно то, что Господь им дал. Если церковь не апостольская, то тогда получается, что проповедь, которая будет звучать, это проповедь такая, знаете, от себя. Вот я так считаю, вот это мое мнение. То есть это будет такая совокупность самых разных мнений. Среди них есть довольно интересные, есть пустая от себятина какая-то, еще что-то. Понимаете? Одно дело вот это все, и другое дело то, что сам Господь поручил, сам Господь дал. Апостолы говорили людям слова Христовые. Не от себя, не от своей мудрости. Вот то, что церковь апостольская означает, что церковь Христова, что она рядом с Христом стоит, что она держит вот ту весть, то благовестие, которое изначально было, что она самотождественна. Это очень важное свойство, оно для догматики очень важно, да? Наше догматическое учение, оно изначально такое было и такое сейчас есть. Мы вне меняем. отец Иоанн Мейндорф как-то сказал, насколько я помню, именно он, что вот католическая церковь прошла довольно большой исторический путь, и очень много было на этом пути сделано заявление, что вот католики должны верить так-то. Потом католики должны верить так-то. И он говорит, что нет ни одного католика, который бы сейчас мог верить во все эти вещи. Даже не потому, что люди не знают, а потому, что в них нельзя верить, они взаимопротиворечивые. Догматическое учение меняется. Ну, самый простой пример, чтобы подтверждение вот этого наблюдения, это учение о Филиокве. «Открытый» «Открытый» Когда-то оно было жестким требованием. Тот, кто не верит в филиоквы, тот не является католиком. Сейчас уже такого жесткого требования нет. То есть вы можете верить, вы можете не верить. Если вы не верите, то все равно это не выбрасывает вас за пределы католической церкви. Вот скажите, пожалуйста, два отношения. Они как, совместимы? Нет? Нет. Но оба они имеют место в истории католической церкви. А здесь как вариант. Традиция такая, что богословие за филиоквы. Но если это для вас по каким-то причинам не подходит, то это не повод говорить о том, что вы подвержены экскоммуникации, что вас надо отлучить от церкви и так далее. Нет, никто не будет таких мер принимать. И в документах на уровне Ватикана иногда сейчас проскакивает как какие-то выражения без филиоквы. Это вообще немыслимо было раньше. А сейчас раз так. Видимо, из дипломатических каких-то причин. Но это немыслимо. Действительно, учение меняется. Православное учение любого человека, который начинает разбираться в истории, православное учение удивляет тем, насколько оно неизменно. Насколько оно самоотождественно. Понимаете, здесь все-таки очень как-то берегут ту весть, которую апостолы пронесли от тех авторских вмешательств, какими бы они любопытными ни были. А я так это понимаю. Мало ли как человек может это понимать. Одно дело его личное какое-то мнение, частное мнение. И другое дело это все-таки догматическое учение церкви, которое должно быть всегда одно и то же. Вне зависимости от того, какие ветры дуют на дворе. Что считается правильным, что считается неправильным в разные эпохи. По-разному, да? Но все-таки догматическое учение православной церкви остается одно. А что же мы видим в истории? А в истории оно раскрывается в каких-то, может быть, новых формулах. Какая-то терминология что-то появляется. Но учение одно изначально такое. Догматического развития нет. Можно говорить лишь о каких-то формулировках. Можно говорить лишь о каком-то другом способе раскрытия той же самой догматической истины. Это не объединяет нашу церковь нисколько. Это, напротив, достоинство. Потому что это придает ей твердость. Это твердыня, понимаете, на которой мы стоим. Если этой твердыни нет, то сегодня так, завтра по-другому, потом еще как-то. Нет стабильности, нет под ногами почвы, на которой можно опираться. Все шатается, все куда-то плывет, все куда-то дрейфует. У нас перемена. Давайте гуляем. Свят, 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 свят. Богородицею помилуй нас.